Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, Смертью с небом прав, Исущим вагове живо дарома. Христос воскресе из мертвых, И спасения их Господу помолимся. Господи помилуй,anno извольте се, Нам всякий скорби, Гневой, нужды, Господу помолимся. Господи помилуй,заступи и спаси помилуй, Зохрани нас, Боже, Твоей благотарию. Господи помилуй, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и преснадеву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Благослови, Душа моя Господа, благослови, Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови, Душа моя Господа, и не забывай все воздаяние Его. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, и не забывай все воздаяние Его. Благослови, Душа моя Господа, и не забывай все воздаяние Его. Благослови, Душа моя Господа, и не забывай все воздаяние Его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Боже, и вижди, и посети винограда сей, и утверди, и Его же насади, ясница Твоя. Звучит и restored Твоя. Песня. 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 Деяния святых апостолов, чтение. Песня. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорисательным, которая через прорисание доставляла большой доход господам своим. И я за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сие человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения, это она делала много дней». Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее, и Дух вышел в тот же час. Тогда, господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и Павликина в площадь к начальникам, и, передя их к твоим водам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери и у всех узо ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И вывел их, он сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Резли на мягкий, о, милуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Благослови, Преосвященнейший Владыку, Благовестителя, Святого, Апостола, Евангелиста, Иоанна, Богослова. Бог молитвами святаго, славного и всехвального апостола, Евангелиста, Иоанна, Богослова, задаст себе глагол, благоествующему силой многою во исполнении Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего и Истуса Христа. Аминь. При мудрость прости услышим, святаго Евангелия, Иерусим. От Иоанна, святаго Евангелия, чтенье. Слава тебе, Господи, слава тебе. Омел. И, проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики Его спросили у Негор Рави, кто согрешил он или родители его, что родился слепым. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела, пославши гумя. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, и я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, и сделал бренье из пюновения, и помазал бреньем глаза слепому, и сказал ему, пойди умойся в купельне Силуан, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. Он сказал в ответ человек, называемый Иисус, сделал бренье, помазал глазами и сказал мне, пойди на купальню Силуан и умойся. Я пошел умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал бренье и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, бренье положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Доколе не призвали родителей всего прозревшего и спросили их, это ли ваш сын, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто ответ ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи изговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я слеп был, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отвес отчие твои. Отвещал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слушать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отвес мне, отчи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает. От века не слыхано, что вы кто отвес отчисли порожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, что мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою, Он же сказал, верую, Господи, и поклонился Ему, и поклонился Ему. Слава тебе, Господи, слава тебе, и слава тебе, и следы, пи besonders84. Иисус сказал, 諦�ы все души, отцы любого пошления нашего Рца. Господи, помилуй! Господи, все держите любое из наших, молитвися, услыши! Послушай, мы помилуй! Помилуй нас, Божи, coding и милости твоей, молитвися, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Господу помолимся, Господи, помилуй. Во свете праве севы, с верой и благоговением и страхом Божьим, входящих в умонь, Господу помолимся, Господи, помилуй. Вы из памяти все нам от всяких скорбей, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сохрани нас, Божие, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Прямоудрость. Я туда, подержавый, помею, всегда храни, тебе славу посылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресну, и во веки веков. Аминь. Сыну и Святому Духу, ныне и благородицы. Тоже за что бы сказала. Сыне. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! 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 Восправление в греху. 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 ПЕСНЯ 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 Садови нас, Мадыко, с одержавением неосужденно, смейте, призывайте Тебе, небесного Бога Отца и благого Тих. Отче наш, иже истина небесе, да святится имя Твое, добре и нецарствие Твое, да будет воля Твоя, якуна небеси на земле. Хлеб наш, истучный наш, нам не есть, не остави нам долги наши, якун же им и оставляй над химом нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яка Твое, истарство, и силы, и слава Отца, истына, и святаго Духа, ныне пристои во веки веков. Аминь. Иерусеем. 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 Головы ваше, Господи, преклоните. Иерусеем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ведь можно, находясь на земле, стоять на небе, созерцать тамошние предметы и слушать исходящие оттуда глаголы. Итак, никто не приноси на небо ничего земного, никто, стоя здесь, не озабочивайтесь делами домашними. Отсюда бы надлежало переносить, не переносить в дом и на торжеще пользу, здесь приобретенную, и сохранять ее там, а не это место наполнять попечениями, свойственными дому и торжещу. Для того-то мы и приступаем к учительской кафедре, чтобы здесь очищать скверны от вне к нам привходящие. Если же и среди этого малого поучения мы хотим расклеваться посторонними речами или делами, то лучше бы и не начинать. Пусть же никто в церкви не печется о делах домашних, напротив, пусть и в доме размышляет о предметах церковного учения. Пусть они будут для нас предпочтительнее всего, так как они относятся к душе, а те домашние дела к телу. Лучше же сказать, и душе, и телу полезны здешние поучения. Поэтому пусть будут они делом главным, а все прочее делом мимоходным. Они принадлежат и настоящей жизни, и будущей, а дела внешние, ни той, ни другой, если не располагаются по правилам, основанным на первых. Здесь единственным можно научиться не только тому, чем будем мы после этой жизни, и как тогда будем жить, но и тому, как управить жизнь настоящую. Этот дом есть духовная лечебница, устроенная для того, чтобы в ней врачевали мы те раны, которые получаем от вне в мире. А не для того, чтобы выходить отсюда с новыми ранами. Если же мы не станем внимать тому, что благолит нам Дух Святый, то не только не очистим прежних ран, но еще и другие получим. Будем же совсем чаянием внимать этой книги, Евангелию, теперь пред нами раскрываемой. Впоследствии немного потребна будет труда для ее изучения, если тщательно мы узнаем ее начальные и основные изречения. Но потрудившись немного в начале, будем потом в состоянии, по слову Павла, и иных научить. Апостол Иоанн весьма возвышен, обилен многими догматами, и о них беседует более, нежели о чем-нибудь другом. Будем при том слушать не мимоходом. Для того-то мы и изъясняем Евангелие понемногу, чтобы для вас все было удобно понятно, и чтобы ничто не выходило из памяти. Убоимся же сделаться виновными пред тем голосом, который сказал, «Если бы я не пришел и не говорил им, не имели бы греха». Какое мы будем иметь преимущество пред теми, которые вовсе не слышали Евангелие, если и после слушания уйдем домой, ничего не имея, а только удивляясь произнесенным словам? «Дайте нам сеять на добрую землю, дайте для того, чтобы еще более побудить нас к сеянию. Если кто имеет в себе терния, пусть воспламенит огонь Духа. Кто имеет сердце грубое и упорное, пусть сделает его мягким и удобопреклонным, пользуясь тем же огнем. Если кто, находясь при пути, попирается всякими помыслами, пусть ходит во внутреннейшее чувство, не сообщается с теми, которые хотят войти туда на расхищение. И тогда мы увидим нивы ваши тучными. Если таким образом мы будем о себе заботиться и с трудолюбием прилежать к этому духовному собеседованию, то хотя и не вдруг, по крайней мере мало-помалу, отрешимся от всего житейского, буди внимательны, чтобы не было о нас сказано, как у аспида глухи уши их. Скажи мне, чем различается от зверя такой слушатель? Напротив, не бессловеснее ли всякого бессловесного тот, кто остается невнимательным, когда говорит Бог? «Если быть человеком в том состоит, чтобы благорождать Богу, то не хотящий даже слышать о том, как это исполнить, что есть иное, как не зверь, подумай же, как велико это зло. Если тогда, как Христос желает сделать нас из людей равноангельными, мы сами себя превращаем из людей в зверей. Быть рабом чрева, быть одержимым страстью к богатству, гневаться, терзать, попирать ногами других, свойственно не людям, а зверям. Впрочем, каждый зверь имеет, так сказать, свою собственную страсть, и при том по природе. А человек, свершив себя власть разума, отторжився от жизни по Боге, предает себя всем страстям. И делается уже не зверем только, а каким-то чудовищем разновидным и разнокарактерным. И в самой природе стоит, уже не находит для себя извинения. Всякое зло происходит от произволения и свободы на верении. Но это не будет, чтобы когда-либо помыслить это на сверху кристовой. О вас, мы думаем, лучше. Имеем надежду спасения. Но чем более мы уверены в этом, тем более не оставим предоставительных внушений, чтобы зашедшие на самые верные добродетели достигнуть нам с вами обетованных благ, которых расподобимся все мы. Благодатью человека Рима, Господа нашего Иисуса Христа, без которого и с которым отступим, и с которым отступим, и с которым Духу. Слава Варите и Богу. Благодатью Господу. Во истинно воскресе. Со страхом Божиим и верою приступите. Благодатью Господу. Благодатью Господу. Благодатью Господу. Благодатья Господу. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Ему дать им, чтобы не вещать Его, и всем Бог, и всем Бог и на двумя всякое, заения благо. И всегда, в совершенстве выше, исходя Тебя, от сосреда, до Тебя славы, благодарения и поклонения, высылаем, от Суэл Сыда, к которому Духу ныне близкнут и во веки веков. Благословение Господне на нас, того благодати человека любим всегда, и непристое во веки веков. Аминь. Христос, воскресе измертвы, смерть Её, смерть повторов, Иисус, чему роди, живо здорово. Воскресе измертвы, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистоя Своей Матери, святых славных и святых апостолов, святителя Николая Чудотворца Мерликийского, святителя Макария, преподобного Макария Алтайского, святителя Иоанна Архиепископа Константинопольского Златоустого, и святителя Анфима, епископа Некомедийского, Ижева святых, мученица Пелагия, девы Тарсийские, преподобного Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановы, Ижева в Новограде, священномученика Еразма, епископа Фармийского, и учеников Егор, сельмана епископа Гаскова, и же с ним четыре десяти мучеников, священномученика Иоанна Пресвитера, и Николая Дьякора, их же и памяти ныне совершают, святых и праведных Бога Отец, Иоакима, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, як благо, и человека любит, избавите деспотам, и великого Господина нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всей Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Митрополита Иллариона, первой рак Руссии, православной Церкви, и Господину нашего Преосвященнейшего Сергия, и Бископопа Наульского и Алтайского, Богохранимую страну нашу Российскую, и всех здесь стоящих и молящихся и всех православных христиан, Господи сохрани нам многое вето, и сполох, и Ти Дескопопа Наульского и Алтайского, Досточимый Отец Иоакин, уважаемый Игнатий Тихонович, братья и сестры, я вас всех сердечно поздравляю с уже завершающимся праздником воскресенья Христова Пасхи на настоящей Седмице в среду, отдание этого великого праздника, то есть отдание праздника означает окончание его празднования. В течение сорока дней по свидетельству апостолов в деяниях они собирались все вместе, возвещали всем, кто находился с ними рядом, от эту благую весть, что Христос восстал, воскрес, и нас с собой воскресит. В течение этих сорока дней Спаситель являлся ученикам своим неоднократно, он является нам с вами, и готов обитать в наших сердцах, только от нас зависит, можем ли мы его принять суета и заботы мира сего. Очень часто не дают место Господу в нашей жизни и нашей душе. И в эти дни пасхального празднества мы хотя бы с сокрушенным сердцем постоянно обращались к нему, каясь в своих грехах, хотя давно уже прошел пост, но покаяние никогда не перестает. И вот, по слову преподобного Исаака Сирина, належит человеку 24 часа в сутки до самого разрешения от временной этой жизни приносить покаяние. И вот покаяние, и даже в этот пасхальный период мы обращаемся к Господу, ибо понимаем, что не готово еще наше сердце к все целому принятию Спасителя, а значит, надлежит нам в этом всегда приносить покаяние. Ну и что можно теперь, завершая этот пасхальный период, сказать, что мы радуемся воскресению Христовым и будем в течение года с особым печальным таким настроением ждать следующей Пасхи, потому что Пасха, не взирая на все наши недостатки, дополняет нас радостью о Христе Воскресшем. И нам так необходимо это радость, веселье, ибо в ней милость Божия, явленная Родом Человеческому, Господу нашим Иисусом Христовым. Еще раз всех с праздником, с воскресным днем! Захранит вас всегда Господь, Спаситель, Его Пречистая Матерь, и все святые в мире, благополучии и в радости духовной. Христос Воскресе! Боисим Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Боисим Воскресе! Боисим Воскресе! Убирай! Общую фотографию сделаем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас подходим все ко кресту и заходим сюда, в эту дверь Там будет ненадолго Расскажем мы историю Деревня наша сегодня праздница Это 24-й год возрождения деревни и образования нашей общецы Снимай непрерывно, подойди рядом Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДевancaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По милости Божией мы сегодня здесь собрались по тому случаю, что 24 года исполнилось после Возрождения поселка. Поселок был основан в 1818 году, существовал до 1971 года. Вот эта бумага у меня, это из Кровевого архива, просто мы взяли копию и сняли, какое поселение когда было вокруг этой местности образовано. В годы, в конце 60-х, начало 70-х годов была такая политика партии, укрупнение сел. То есть некоторые села признавались не перспективными, якобы. Их не разрушали силы, а очень просто дело, первым делом закрывали школу. А школа это всегда, скажем так, это градообразующая организация. Нет школы, дети подрастают, начинают уезжать там, где школа. Потом стали переводить все производственные объекты. А здесь была конеферма, племенное, коневодство даже было. Овцеферма была, большая, несколько тысяч овец было. Молочно-товарная ферма была, свиноферма была, птицеферма была. То есть колхоз был нормальный, по тем временам, скажем, хороший колхоз был. Все это стали переводить на центральную усадьбу в порцию, а люди стали разъезжать все кто куда. На центральную все усадьбы не приехали. Последние остались, можно сказать, наши родители. Уехали я в то время уже в Киргизии, жил на стройке, работал. Приехали туда. Все разрушено. Ни одного дома здесь не оставалось. А последний сгорел наш дом. Стоял осень, упустили пал, он сгорел. От всей деревни сохранились только вот эти вот стены, в которых мы находимся сегодня, полуразрушенные были. Но я строитель, поэтому мы восстановили и сделали то, что видно сегодня. В 1991 году мы решили попробовать восстановить поселок. До этого мы ежегодно приезжали сюда. Был детский лагерь. В советское время десятилетия постоянно детский лагерь. Но знаете, какое время это было? У нас была сделана подземная, так называемая катакомбная церковь. Куда спускались молиться, выходили, вход закрывали ветками, скоро не найдешь. Но сейчас это все обвалилось, и уже там просто не проникли. Первое, я приехал 14 мая 1991 году, разбил палатку, узнали, где продается корову. На другой день пошел утром рано, купили корову на урывках. И все, у нас больше не было ничего. Не на что было. Как и что делать было трудно. Но мы, прежде чем начиная дело, мы помолились и спросили, Господи, если угодно тебе, чтобы то, что мы задумали, то сам будь нашим доступником и помощником. Потому что противников было очень много. И противниками были как раз местные власти, которые в Корченой, в Мамонтово был такой, там, председатель райисполкома, Борослик. Категорически против. Грозились даже нас, бульдозерам, все разнести. То, что мы уже делали, первый дом мы строили из Самона, глину вмешали, соломы, делали кирпичи сами и все делали. Но, по милости Божьей, все это разрешилось. После того, когда я в декабре месяце уже поехал в Москву, и один там добрый знакомый в то время был у нас, отец Глеб Якунин, такой священник, диссидент. Вот он был депутатом, помог пройти в Думу с заявлениями этого поселетова. Было принято решение Кравим Советом, вот внизу там, что восстановить поселок потеряет. В то время на Алдае было разрушено более 300 деревень. Исчезли деревни просто, не стало. Ну, где-то еще, может быть, есть там один-два дома, кто-то так живет. Три сосисленных деревень. Это только в Алтайском крае. А сколько по России? Я не так давно, старая газета, когда-то там перебирала, и за 2006 год, российская газета, и там пишет, что ежедневно в России прекращают существование две деревни. Представьте, две деревни за один день. И это продолжается по сегодняшний день. Но за все это время, вы видите, что трудно было. Там, может быть, и трудно, но, говорится, легко было. Мы знали, что помощь, от кого мы получаем больше всего помощи. Главное, что нам ничего не мешало в это время, когда мы начались. Трудно было нигде ничего не купить, да и средств не было никаких. Первый год мы вообще было. Больше всех нам помогал. Община Теменская, где я служил до этого, отец Михаил, курочки такой, он постоянно посылал нам десанты. Слава. Там со всеми, с продуктами и прочей помощь оказывал. Совсем недавно, 1 мая, он погиб в автомобильной катастрофе. Я ездил и провожать его в последний путь. Ну и, конечно, из других мест были помощи, кто был расположен к этому. Были объявления, давали вам многие средства массовой информации, откликались многие люди. Но большинство было так, что мы поддерживаем вас, говорят мужики. Хорошее дело, но мы не можем приехать, потому что мы восстанавливаем поселок не просто, чтобы здесь было, а у нас устав сразу. Мы зарегистрировали общественную организацию деревенского община. Цель регистрации всегда, когда я регистрирую какое-то общество, цель регистрации. Какой целью регистрируемся? У нас цель в регистрируемом свидетельстве записана так. «Восстановление поселка на православных христианских заповедях и старинных русских благочестивых обычаях». В нашем районе еще пытался один человек, не нам чита, богатый, имеющий деньги в то время, сам строил даже дома, но у него не получилось ничего. Потому что там было совсем другое. Стали к нему люди приезжать неверующие отовсюду, началась там драка, пьянка, и все развалилось. Меня спрашивают здесь, вчера я проводил, показывал приезжим к гостям, говорят, а вы знаете где-нибудь еще такое поселение? Я говорю, нет, не знаю. Я бы хотел очень узнать, если есть еще где-то так. Я бы сразу поехал и посмотрел. Потому что нам не было бы брать опыта, как и что делать. Делали сами все. Делали. Стали люди жить, земля есть, хорошая земля. Стали строиться, приезжать. Приезжали к нам люди с Казахстана, с Киргизии, с Красноярска, с Новосибирска. Были. С других мест. Но некоторые не выдержали этого. Которые сами уехали. Ошиблись, мы не туда попали. Некоторым несколько человек пришлось попросить, чтобы они покинули это место. Потому что стали просто разрушать устав и всю эту жизнь нашу православную. Поэтому попросили их покинуть. Они покинули. Где-то на 4 семьи. Вот таким образом. Несколько семей у нас, 3 семьи уехали жить за границу. Это в Грецию, во Францию и в Германию. Сегодня есть, в которые люди просятся приехать еще. Но, видите, время такое, что там, где они живут, продать жилье, они там продают за копейку. А у нас все дорого купить. Чтобы взять, допустим, кубометры леса, брус, стоит где-то 7 тысяч. На дом нужно где-то 20 кубометров. Это 140 тысяч только будет лес. Каждый из нас живет своим хозяйством. Личное подсобное хозяйство. Есть одно фермерское хозяйство. Это Игорь Александрович Барабаш. Остальные все занимаются, кто молочным хозяйством коров, кто свинок, ферма, есть у кого там. У батюшки обцеферма. Ну, вот таким вот. Все выращиваем, все сами себе питаем. Но главное то, что мы можем всегда, в любое время, никто нам не мешает, собраться на молитву в этот храм. Говорят, у вас храм какой-то. А я где бываю? Бываю в больших храмах. И приеду сюда, думаю, нет. У нас самый лучший храм. Все здесь свои, чужих людей у нас не бывает. Если бывает человек, то сразу это заметно бывает. Спрашивают, а как вы, дети у вас, вроде бы не адаптируются, а потом в мир. В мир очень легко, за один день они адаптируются. Это трудно человеку научить чему-то хорошему вложить. А плохое оно прилипает. Вот идешь, нет, трудно найти траву хорошую. А репей, он сам прилипается где-то. Смотри, уже прилип, уже нужно отдирать его. Так и это. Адаптируется очень скоро. А вы что думаете, что все вернутся к вам, которые дети учатся у нас в институте, закончили жизнь в институте, медицинский, политехнический и прочее? Мы такой цели даже не ставим, чтобы они возвратились сюда. Наша цель, главное, заложить им добрый фундамент. Христианский православный фундамент заложить, чтобы это было. А там потом жизнь их наставит. Где-то если попадут в какую-то и трудную ситуацию, то, имея этот фундамент, они смогут восстановить здание свое духовное. Вот так вот. Ну что еще сказать? Я благодарен всем вам, что вы откликнулись, совместе с нами помолиться еще. Если Господь еще благословляет нас, здесь, если угодно, волей Его, то, чтобы не было, то будем мы еще жить здесь и прославлять имя Его Святое. Вам всем сердечную благодарность, Владыка. Вам, что беспокоим вас на такое, Владыну. Нам очень приятно и всем, что вот так вот, в таком это, не всегда можно было даже мечтать о таком, что можно было здесь, он будет и писком служить, там и в священники приезжать. Потеряете церкви не было. Церковь была в Хоршино только. Потеряете не было церкви никогда. Здесь больше были старообрядческое, беспоповское население. Киржаки, как скажем так. Вейданы, Киржаки были. Вот, немного было православное. Ну вот, вкратце, такая история. Кто и у кого есть, какие вопросы ко мне? Ну, если кто будет, потом можете задать еще вопросы. Дальше наша распорядка. Если кто желает что-то сказать, слово то, пожалуйста. Далее будет идем на трапезу. И после трапезы будет концерт большой. А потом будем погулять, на лодках покататься. Кто? Воскресный. Воскресное школа. Да, молодец. Что? Дождь идет. Ну, дождь идет, тогда мы посмотрим. Если дождь идет, то не будет. Давай. Ну что, жопа? Спасибо. Матюшка. Да? Можно словом? Давай. Это бывший наш житель жил вот здесь, рядом. А сейчас живет рядом, на улице. Ну, вы извините меня. Все-таки у вас праздник. Я хочу поздравить вас с этим праздником. Для меня это тоже, как бы сказать, радость, что моя деревня, которая 20 лет вообще не существовала и возродилась. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто возродил эту деревню. Что нам, кто мы жили здесь, можно куда-то приехать и пообщаться, и постречаться. И все-таки такая какая-то вот... Хотя я живу тут недалеко, 10 километров, но когда я сюда приезжаю, просто воздух вроде, мне так вот как-то щели. В общем, спасибо большое, Игнатий Тихонович, вам и всем вашим сподвижникам. Слава Богу. Так, еще можно... Я... Ну ладно, я пока вам. Ну все, тогда идемте. Пожалуйста. Все. У меня сходят. Я сходил поездку. У меня сходят. Все, сходите. Мы повторяем иногда обойдешься каждый год. Это тогда на память. Вот есть эти термоненты такие, как бы пророческие. Вы когда выйдете, посмотрите на здание. Это клуб. Ну, клуб, где кино показывали. И на селегатном, красном, как кресты, по всему выставлены. Было как бы видение такое, среди дня, Надежда Васильевна видели, пришла какая-то соседняя или откуда-то делегация. Это что? Никакой делегации еще тут не было, они восстанавливали. С чем они шли? С хорогами или с чем? Сказали, что тут будут Богу молиться. Совершенно незнакомые люди. Потом я узнал, это мирской человек. Но он стал священником потом, патриархином. И сказал, что здесь люди будут вот так с крестным ходом уйти. У нас не было никакого устава. У нас устав сейчас 40 пунктов. Учитывается все. Чтоб зря даже собаки не лавили. Вот таких. Ну нет уставов. Как сохранить природу? Но самое главное. Другая тут деревня тоже пыталась. И тот богатый был, который начал делать, все рухнуло. Нет, нет цемента. Геры не было. Главный цемент. Вот нынче, сейчас. Весной здесь, смотри, поселиться 60 человек. Вышли на меня какой-то тэп. Чеченские. Оказались в одном месте, что-то там и знали. И готовы все принять православие написали. Но у нас 5 пунктов, по которым человек определяется. Может или нет. Первое. Не лгать. Никогда нигде не лгать. Не лгать. А как вы проверите? Проверить можно, когда поживет. Но когда идет он, не пить спиртное. Не курить, не материться, не воровать. Они все говорят. А про них пункт умолчали. И прошло дня два, и ложь проявилась в одном месте, в другом. Все полетят и потеряны. Они уставы. Они, может быть, были хорошие. Но у нас устав. То лжет, служит дьяволу. Понимаете? Это Господь надоуменно ставить это в основное, а дальше были средства, своими средствами построиться. Если 21 или больше тысяч государства, образующих поселения, рухнуло, вы молодые. Подумайте. Ну это здорово. И детей как легко воспитывать. Но сегодня, понимаете, это практически невозможно. Эгоизм задушил все. А что мне здесь будет? А смогу ли я быть богатым? Голодным не будешь, это точно гарантия. Ни один голодный здесь не лег спать. В городах, если сегодня перекроют электричество, или что, верхние этажи отходами затопят все улицы. У Москвы пробка будет 130 километров, посчитали. Воды нет. Здесь все это есть. Потерявки бери открыты. Пяти пунктам то соответствует. Когда я сказал в краевую администрацию, они сказали, у нас ни одного нет работника такого. В отчетности врем, говорит, на пополную. Знаешь, что этого нет. Женщина половина курит, а потеряться все сто процентов. А я всего-то ничего говорил. Какие пункты? Все у меня. Отошел. Я как-то был в Умерике, и устав читаю, значит, в этом. Прочитаю, я все читаю устав. Все хорошо, хорошо. Ну, прочитал, дошел я до 39-го. Прочитал 39-й пункт. Встает одна, значит, дам и говорят, я не согласна с этим пунктом. А пункт такой. Никаких дел сделают, денежных, вещевых и иных, не производить с замужними женщинами без ведома и согласия их мужей. Я не согласен. Ну, вы не согласны. А потом я спрашиваю, а что это за дам? Да это, говорит, матушка-соностоятель. Ну, вот так, ну, некоторые пункты, да, такие, что вот. Ну, все, идем. У кого нету наших стайд-кор, подойдите, я вам там большой материал. Это теперь... Смотай, пожалуйста, провода, снимайте. Что, выдернули? Да, надо смотать, туда принеси. Туда-туда? Да, на тракт. Так, у нас все за одну лерку, прохладите, мы сейчас посадим там кто-то с Барнаула, этих, и в СОП первое, гостей, а потом уже в СЕРК на вторую будет, потому что за этим закон, как в СОП место не было. Проходите в СЕРК. Сюда. Нет, 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 нет. Ваши. Спасибо. Там, проверь, посмотрите, как заряжается. Я поставил на зарядку. Помогу, просто здесь, выключу меня. Нам там не снимать сейчас.